Просто оказался, ну, не побоюсь этого слова, просто в большой жопе, по-другому это не назовешь. Ну, естественно, пошел в сеть, искать способы заработка. На своей работе я зарабатывал 40 тысяч рублей. А надо отдать было полтора миллиона, да? Полтора миллиона, да. Можно сказать, попал во вторую ипотеку, но с ипотекой это не связано. Ну, оказался, просто должен порядка полутора миллионов. И понятно, что таких денег, ну, работая на своей работе, я буду работать долго и упорно. Наверное, еще мои дети, потом и внуки, работали бы на этот долг. Ребята, всем привет. Сегодня будет такой новый формат. Много вопросов очень сейчас задают именно по Артери, потому что, опять же, там инфоповодов куча. Пошла новый мессенджер, который там многие окрестили уже как убийца Телеграма. Но не просто убийца, там Телеграма обещал нам защищенный, что не будут читать, не будут взламывать, ничего не будет. А тут Артери просто взял и пока еще, не знаю, не сделал, но 18 октября обещает уже, что выйдет именно мессенджер, который будет реально защищенный полностью на блокчейне, не на каких-то серверах, как тот же мессенджер Телеграма. Все равно он находится на серверах. Любой сервер, вы сами понимаете, могут в любой момент прийти и сказать нам, ребятки, будем теперь уже сами считать оттуда, да. Никакой децентрализации, естественно, нету заявлено, никакой защищенности нету, непонятно. То же самое было и эти проблемы и с ВК, когда Дуров занимался, там просто, насколько я помню, пришли и эти сервера просто сказали, что теперь эти сервера будут наши, и Дуров ушел. Ну, эту историю мы не будем сейчас. Смотрим за тем, что произойдет 18 числа, уже трафик на сайт пошел, Артери там в разы, по-моему, больше. Написали РБК, московский комсомолец про это. Сейчас пойдет просто лавина этих всех новостей. Куча, уже куча сообщений, там, те ребята, которые сидели, присматривали, сейчас понимают, к чему это все может прийти. И что нужно сделать? Я сейчас постараюсь запустить такую серию видео, где расскажу не просто о том, что сколько там процентов будет приносить вам, как там заработать можно, сколько каких-то источников дохода в этом проекте. Об этом, конечно, будем рассказывать, но будет все это в форме таких интервью, где ребята, которые уже добились определенных результатов, а какие результаты, я думаю, сейчас мы уже узнаем об этом совсем скоро. Те, которые многие ваши там, например, мечты, например, сегодня Михаил, наверное, ну, почему сегодня первый Михаил у нас на интервью? Потому что он пришел к этой цели, цель, наверное, на большинство 99% и 9 десятых процентов ребят, которые там ходят в найм, ходят на работу, все хотят уйти из найма и получать пассивный доход. Кстати, Михаил только что вернулся из бассейна, да, еле мы его дознали, потому что он сейчас очень расписал график. Он не ходит на работу, он ходит в бассейн и развлекается. В общем, сегодня с интересным человеком, он в нашей команде, просто зададим ему вопросы, которые задают мне постоянно ребята в личку, чтобы это не было такое, как испорченный телефон или как мне рассказывают, ребята, блин, да ты, конечно, тебе круто, у тебя там есть канал, у тебя там есть подписчики, у тебя там классно, ты там зарабатываешь. А вот ребята там из твоей команды, давайте будем разговаривать с ребятами из моей команды, как все у них происходит. Для тех, кто первый раз меня видит, я специально просто сейчас две секунды расскажу, покажу. Смотрите, ребята, сколько я заработал в Артере, потому что, ну, понятно, интересно разговаривать с человеком, у которого есть какие-то результаты. За 9 месяцев я заработал 9 миллионов 164 тысячи, ну, это только на этом аккаунте. Кто знает, кто глубоко занимается там заработком в каких проектах, понимает, что этих аккаунтов не один бывает у человека. Смотрите, дальше все, теперь о том, сколько я там в день, в месяц зарабатываю, у меня есть видео на канале, вы это все посмотрите, будут ссылки. Давайте к нашему гостю вернемся. Миша, представься так в двух словах. Привет, друзья. Да. Смотри, основной вопрос задай, ну, ответь, потому что что было до, и почему ты до Артере, и почему ты именно пришел в Артере, почему ты решил вообще, ну, зарабатывать в интернете, и почему ты выбрал именно компанию Артере. Я, например, 10 лет уже зарабатываю, больше 10 лет зарабатываю в интернете, когда я изучил компанию Артере, я перестал, до этого мы там на смарт-контрактах зарабатывали, на всяких там проектах зарабатывали, в принципе, нормальные деньги. Я после этого, после изучения этих возможностей, особенно мне понравилось, что это все на блокчейне защищено, все безопасно, все прозрачно, я перестал вообще какие-то проекты и рекламировать, и участвовать, даже сам не захожу, и команду свою не рекомендую. Просто ушел полностью в Артере. Давай, Миша, теперь расскажи, вот почему ты пришел именно в заработок в интернете, где ты и кем ты был до этого, и почему ты выбрал именно Артере. Наверное, тоже же рассматривал разные варианты, там, тоже как бы участвовал. Да, ну, давайте вкратце расскажу свою предысторию, как я оказался в Артере, и почему именно здесь, а не в каком-либо другом проекте. Ну, работал я в свое время начальником производства стекольного, работал уже в этой сфере довольно-таки большое время, более 13 лет. Вот, и сложилась в жизни такая ситуация, что уже даже когда я рассчитался с ипотекой, ну, тут свои такие жизненные ситуации, что... У тебя тоже была ипотека, да, как у всех? Была, да, но еще до Артере я с ней расцветался. Но, как говорю, еще раз там сложилась определенная жизненная ситуация, когда, можно сказать, попал во вторую ипотеку. Ну, с ипотекой это не связано, но оказался просто должен порядка полутора миллионов. И понятно, что таких денег, ну, работая на своей работе, я буду работать долго и упорно. Наверное, еще мои дети потом и внуки еще работали бы на этот долг. Вот. И, конечно же, начал искать возможности заработка в сети. Там сунулся, а опыта не было совершенно никакого. Миша, извини, я тебя перебью. А сколько ты на тот момент зарабатывал именно на своей наемной работе? На своей работе я зарабатывал 40 тысяч рублей. А надо отдать было полтора миллиона, да, на день срочно? Полтора миллиона, да. То есть сколько, давай прикидем, да, сколько это тебе надо было ни есть, ни спать? Да, еще вот надо учесть, что... Полтора года это минимум, нет, сколько, три года, да, где-то примерно? Да. Ну, а еще надо учесть, что часть этого долга я брал в банке, и ежемесячная выплата 20 тысяч рублей. Останется 20 тысяч рублей. А еще плюс, коммунальные услуги заплати и проще, еще как-то кушать надо. Хорошо, да. Просто оказался, ну, не побоюсь этого слова, просто в большой жопе. По-другому это не назовешь. Ну, естественно, пошел в сеть искать способы заработка. Там сунулся в один матричный проект. Ровным счетом ничего не заработал, только потерял. Потом сунулся еще в один проект. Вот. И уже там, так сказать, волей судьбы, я познакомился со своим ныне другом, со своим наставником Колей Коротевичем, который в то время уже состоял у вас в вашем клубе, CryptoLeaders Club. И он мне такой пишет, типа, привет, а ты не хочешь попробовать заработать на криптовалюте? А я-то тоже в то время и... Что такое криптовалюта, да, вообще? Что это такое, с чем это едят? Ну, да, слышал, биткоин, там, эфир. Биткоин-пирамида, да? Как Центробанк сказал. Такого мнения у меня никогда не было, что биткоин – это пирамида. Но, опять-таки, информации ноль. Ну, знал, что это такая вот самая крутая криптовалюта и все, что она, ну, стоит больших денег. А в то время как раз выкрутили тоже матричный проект, но на крипте, на троне SuperStage. И там мы пробовали совсем недолго, наверное, к счастью, когда вот... Тогда, к счастью, да, сразу появился артерик. Буквально там, по-моему, в последний месяц. Мне кажется, это был сентябрь месяц, когда ты, Олег, с Анной провели за месяц до старта артери, такой, так скажем, инсайдерский зон. Предварительный, да? Предварительный, да, пристартовый. Когда ты, с Анной, выдали информацию, что, ребята, вот через месяц стартует просто наикрутейший проект. Рассказали про его возможности. И вот честно, я тогда просто вот загорелся. Вот отдалось вот прямо вот здесь. И я вот сам себе сказал, вот эта штука очень крутая, я там буду обязательно. И она реально... Это мой шанс вылезти отсюда, где я находился тогда. Ну, да круто вообще, вот эмоции, да, вот эти. Мне как бы очень интересно услышать было, какие эмоции. Потому что я сам загорелся этим проектом. Мы изучали его там буквально там где-то, наверное, в течение месяца. Мы с создателем проекта общались буквально каждый день Марком Богатыренко. И зумы проводили с ним. И пробивали, кто он вообще и что он там, ну, как бы по связи. У меня очень там, ну, ты понимаешь, за 10 лет там знаю многих админов проектов. Узнавали, где он был, что он там делал. Я очень удивился, во-первых, ну, как бы я копал там так очень серьезное. Ну, это, честно, я и вам, в принципе, это рассказывал, да, на зуме на том, что обычно там, ну, если человек в нескольких проектах участвовал, о нем все равно хоть кто-то скажет что-то такое, знаешь, там, что, ну, где-то он там накосячит, да. Я так, я удивился, многие сказали, самый большой его косяк, что он слишком такой, ну, как бы, как это сказать так, чтобы правильно, что он очень горячий, амбициозный, да, и вот эта его честность, что он даже тем админам, которые, как бы, ну, вышестоящим, он просто в лицо это рассказывал. Все, что он думает о них и о их стратегии там, тех проектах, о которых он был. Опять же, там, ну, человека там очень, тем более, в плане там, например, построения команд, он строил 50-тысячные команды. Я когда, ну, так, мельком с ним пересекался в одно время, не встречались, даже не был знаком, но когда вот начали изучать его проект, когда перед стартом, ну, да, и пришлось просто изучать, я, как бы, всегда копаю. В первую очередь, это личность человека, который, как бы, стоит вообще за ним идти. И меня очень удивило, что, блин, ну, как бы, никакой такого компромата не получилось накопать на него. Все максимально, что сказали, что да, он такой открытый и может, ну, там, в лицо тебе сказать то, что о тебе думают. И, как бы, это, ну, у них там, как бы, даже какой-то конфликт в предыдущем, ну, там, этом проекте, где он с именно вышестоящими, там, своими, там, админами этого проекта, он просто им предсказал, так сказать, по сути, крах этого проекта. И они, естественно, ничего не сделали. И после этого, по сути, ему и пришлось создавать свой проект, потому что своя команда, ну, представь, 50 тысяч человек, да, там, ну, сколько у меня сейчас, там, 11 тысяч, да, пока, ну, со сколькими я, там, общаюсь, там, этими людьми, все равно каждый день пишут люди эти, представь, постоянно, а ему 50 тысяч, да, представить эту команду, которая просто проект соскамился, по сути, да, и ему надо было срочно что-то делать. И он, ну, человек, у которого есть ответственность за свою команду, он взял за свои деньги, сделал проект максимально защищенным, он сделал на своем блокчейне, вот к чему мы тогда, даже вот перед этим проектом, перед Артерем, мы всегда уже в нашем клубе искали проекты, которые на блокчейне, которые на смарт-контрактор, в которых максимально убран человеческий фактор. Поэтому мы и стали рассматривать этот проект. И тут, как бы, два основных фактора такие, это что, как бы, ну, блокчейн свой, и что такая личность человека, которого мы, ну, как бы, проверяли в любом случае, познакомым, там, как бы, это сеть, там, все друг друга знают, там, медийных, так сказать, личностей. Это, а когда еще начали разбираться в маркетинге, когда мы поняли, что там заложено, и увидели какие-то перспективы, ну, мы сразу нашей команде, там, это все, так сказать, презентовали. Смотри, Миша, давай, сейчас я даже вопросы записал интересные, ну, в принципе, твоя история прихода в проект, это такая, знаешь же, как бы, да, очень эмоциональный такой триллер, да, то есть, по сути, на тебе висел полтора миллиона, да. На самом деле, такой врагу не пожелаешь. Ну, да я представляю, какие у тебя эмоции тогда были, как ты спал, что тебе снилось, как ты просыпался в эти моменты. Ну, уж точно такие, не радужные сны, а плюс еще, там, постоянный дурдом на работе, это вот, знаешь, это все внутри кипело и бурлело, блин, уже и работу не найдешь, а что-то делать надо, а все равно приходится туда ходить, хотя бы хоть что-то там иметь, да. Вот, и слава богу, что есть такой человек Марк Богатыренко, и он вот появился в моей жизни вот именно тогда, когда это было очень нужно и важно для меня. Да, вот именно, ты правильно сказал, что именно когда мы даже тоже, вот мы искали уже, ну, в клубе уже подошли до того, что никакие проекты, которые появлялись там, но они уже неинтересны были. Мы сразу видели, где людей обманут, где там какой-то подвог, где какая-то, ну, вот эти все подводные камни, ну, с таким уже опытом оно все видно было. И тут появляются, да, вот Марки с таким проектом, который, по сути, во-первых, он сам не админ, который там сделал уже там несколько проектов, соскамил их, и там, например, когда сейчас там Доронина, да, там все рассматривает после Финеко, там, это уже у него там второй проект был, первый там соскамился, этот сейчас Финеко соскамился, потом он создал какой-то там еще проект уже, да, там, я не знаю, там, где, Омником какой-то, или какой-то Омни-Мо, ну, короче, то есть, по сути, человек делает проекты, скамит и создает их, и, опять же, находит тех людей, которым каким-то образом он внушает доверие, и люди берут кредиты, рассказывают и все такое. И, опять же, мне зашел там, например, Артери, почему? Потому что, по сути, это народные проекты. Человек любой может с двух тысяч рублей заходить, никто, его тут никакие кредиты даже и вспоминать, мы, наоборот, отговариваем людей. И первая фраза у нас, если человек спрашивает, сколько там вложить, там, посоветовать и взять кредиты, мы вообще про кредиты, чтобы забывали. И первая фраза, что первое правило инвестиций, люди должны именно вносить и инвестировать и деньги, которые не боятся потерять. Если ты боишься потерять две тысячи рублей, то, как бы, ну, это вообще проект не для тебя. И не нужно никакие миллионы, миллиарды там вкладывать, потому что, ну, здесь нужно все, чтобы было спокойно, как вот в проекте, да, там, человек зашел там на две тысячи рублей, получил доступ к академии, да, изучил, понял, что это за проект, что нужно делать, какие действия, дальше он уже прикидывает там, сколько ему инвестировать, не инвестировать, какой путь выбирать ему, какие пассивные доходы, какой активный. Кстати, давай просто, чтобы... Сейчас вот перебью чуть-чуть. Это сейчас уже так людям гораздо проще, когда есть академия, да, там все по полочкам разложено, просто вот, просто бери, не хочу. А когда мы начинали вспомнить, сколько вы там дней начали... Зумов проводили. Зумов проводили. Вот нас ставили на ноги, чтобы давали максимум информации и о проекте, и просто информацию для личностного роста. Это просто вам памятник надо ставить. Надо, согласен, я не против. Смотри, Миш, давай сразу тоже, чтобы было интересно людям. Вот смотри, твоя точка входа, как это сейчас модно, точка А, да, у тебя висяк такой на полтора миллиона, да, долг. А сейчас вот сколько ты зарабатываешь? Ну, сейчас я зарабатываю порядка 150-200 тысяч в месяц. Вот с тобой вот только что недавно разговаривали. Буквально вот в конце той недели подбивал такой промежуточный итог. За две недели я заработал там чуть больше 100 тысяч, там 100 тысяч с копеечками. На самом деле для меня это очень хороший результат. Еще год назад я о таком даже, наверное, и помечтать не смог бы. Если бы мне кто-то сказал, что ты будешь зарабатывать через год столько, я бы сказал, что дураки, что ли? Так не может быть. Оказывается, может быть. А на самом деле, уже находясь в этом проекте с самого начала, и ты просто понимаешь, что это далеко не потолок, есть куда расти, и рост этот в принципе не ограничен. Все зависит от тебя. Бери и делай. Больше сделал, больше получил. Как говорится, у нас здесь каждое действие в артере, оно оплачиваемое. Просто, ребят, на самом деле, бери и делай. Никто не говорит, что здесь там легко, там деньги слипятся сами. Нет. Нет такой волшебной кнопочки по блокам, да? Нет. Работать надо, но работать здесь... Естественно, да. Здесь нету каких-то сказочных... Работаем в команде. Командная работа, она, знаете, она придает сил и уверенности, потому что иногда бывает, да, ты там сливаешься, иногда там что-то... Нет настроения или еще что-то. Есть наставники, которые там иногда могут и люлей надавать. И просто партнеры в команде всегда подбодрят и наставят на путь истинный, так сказать. И вот в этом плюс Артери, вот это его комьюнити, на самом деле. Артери, ну, не совсем это о деньгах, это гораздо больше. Вот как Олег сказал, это воистину такой народный проект. И вот душа, наверное, вот на первом плане. Ну да, смотри, Миш, а вот давай вспомним, сколько, да, людям тоже вопросы интересно задают, вот сколько ты в Артере? То есть изначально ты приходил, у тебя как бы дохода практически, ну, да, ты зашел в проект, сколько там, ты же с самого начала, насколько я помню, да? 19 месяцев? Да, с самого начала, да, все 10 месяцев. То есть получается около 10 месяцев, за 10 месяцев ты вышел на доход, там, ну, сколько ты посчитал, за 2 недели где-то 100 тысяч, да, то есть месяц где-то 150-200 тысяч, так, если брать. На данный момент, да. Какие у тебя страхи были? Ты вот, у тебя были какие-то навыки, ты до этого строил команды, там, ты какой-то был, там, сетевик, может, третьем поколении, у тебя бабушка сетевиком, да, или кто там. Расскажи. На самом деле, я вам уже говорил в самом начале, что далеко не сетевик я был в сети, вот оказался, ну, месяца за 3 до появления артери, может, ну, побольше 4. Естественно, навыков у меня не было абсолютно никаких, просто я был нулевым. И на самом-то деле, когда заходили в артери, я к своему наставнику, Коле Короткевичу, встал, говорю, «Коль, ну, какой из меня сетевик, я на пассиве буду?» Он такой, не стал меня там никуда там слать, ничего там говорить, но где-то с недельку я поварился в командном чате, начал видеть чеки людей, которые активны. Я такой про себя подумал, блин, а чем я хуже других-то? Он смог, я смогу. Ну, и буквально вот через недельку оплатил тариф, и с тех пор я активный партнер что тут еще можно сказать? А, ну, а в ту пору тариф, между прочим, стоил не как сейчас там 17 монеток, а больше 100 монеток. Помнишь это, Олег, да? Ну, да. Тогда курс еще был, там, сколько 10 рублей. И да, и денег у меня на то время-то было, ну, сами понимаете, не до жиру, так сказать, и получилось, что я где-то по полмесяца копил на этот тариф, а остальное просто отправлял в делегирование, наращивал сквозь тариф. Вот как-то вот прорвался, и все-таки вышел уже на определенный какой-то уровень захода. Но опять-таки повторюсь, ребят, это далеко не потолок, и я хочу развиваться далее. Хочу больше. Ну, смотри, какие у тебя страхи были? Были ли вообще страхи, кстати, когда ты начинал? Вот, если честно, новички, они очень, как бы, упираются в эти эмоции, и очень многие останавливаются на этом. Вот как, ты же все-таки пришел к результату, как ты преодолел эти страхи? Скорее всего, у тебя же, как бы, не терминатор, да, какие-то эмоции на самом деле, да, я не терминатор, но еще раз повторюсь, у меня не было такого страха, как у многих, вот, когда слушаешь истории других, там, что, там, проект со скамисой и что-то еще. Нет, вот такого страха у меня не было, я говорю, потому что, вот, когда вот был Zoom презентации, когда до старта, она уже, вот, меня вот здесь вот так отдалось, что-то внутри меня сказала, чувак, это то, что надо. Страх был, скорее всего, то, что у меня ничего не получится, там, построение команды, структуры и прочее. Вот, вот этот страх был, но опять-таки, все, когда начинаешь делать, так, постепенно, делать, 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 все начинает получаться. Не все сразу, ребят, и у меня там были, долго структура не росла, там, крутили пальцем, низко, что ты там показываешь, там, на работе, там, вот дурак, совсем сбрендил. Но потом, опять-таки, на личном результате, когда человеку показываешь, а вот смотри, когда помнишь, монета начала расти, расти, я говорю, а вот смотрите, а у меня вот уже столько, а вот столько. Потом, оказалось так, что у меня уже пол работы оказалось в парке. Вот он, секрет, построение команды. Вода камень точит. Все верно, да. А вот смотри, какие ошибки ты считаешь, ты совершил? Что бы ты, может, сейчас бы не сделал или сделал по-другому? Ошибки? Наверное, опять-таки, построение структуры, слишком на кого-то много кого-то переоценил, а кого-то, наоборот, недооценил. На кого-то надеялся, что будет активный партнер, а кто-то... Да. Но, опять-таки, как говорится, что ваши ожидания, это ваши ожидания. Но, как говорится, опыт приходит со временем, и тут уже становишься и врослее, и мудрее. И уже на своем опыте, уже имея определенный багаж, уже, наверное, стараешься как-то вот от этого уходить. И, в принципе, все люди, они разные, и каждому нужен свой подход. Ну, наверное, не надо иметь никаких ожиданий, тогда все будет проще. Да, это точно. Не надо завышать значимость. Да. Есть такое правило. Вот смотри, такой вопрос задают постоянно, да, особенно новички. Где ты брал людей? Что ты им вообще рассказывал? Что ты им показывал? Расскажи в двух словах. Ну, как я вам уже тут сразу сказал, что больше вот в начале в самом моего пути это люди с работой в основном были. То есть ближний круг, да, то, что большинство появляется даже. Кого ты каждый день видишь, с кем ты каждый день общаешься, да. Вот, навыков работы в сети у меня особых не было, поэтому вот общался вживую с людьми, показывал, рассказывал, и, как говорю, ну, не сразу там люди соглашались, кто-то там говорили дурак, кто-то задумывался, ну, люди все разные, но опять через определенное время люди сами уже начали к тебе подходить и обращаться. Вот, что мне сделать для того, чтобы зарегистрироваться? Не ждите сразу результатов быстро. Нет, опять повторюсь, тут это не так, наверное, здесь все нелегко, но опять-таки должно быть систематично, не так, чтобы быстрых результатов. Сейчас даже модный такой путь человека до принятия решений. Раньше, если там было, человек принимал мгновенно, были такие, посмотрел рекламу и побежал куда-то что-то делать. Сейчас даже такие исследования проводили, я недавно смотрел, что путь увеличился, человеку надо послушать один раз, сначала у него сразу куча возражений, страхов, в основном, что у меня ничего не получится, а потом через время два-три касания, а может через две недели. Смотри, в среднем сколько человек, те люди, которые зашли в команду и начали зарабатывать, сколько они в среднем принимали решения, если это можно так посчитать, очень приближенно, понятно. приближенно, ну знаешь, ну от момента первой информации, которую они услышали первый раз и до того момента, когда они зашли в компанию и начали зарабатывать деньги. Ну скажем так, от недели до трех месяцев. У меня примерно где-то так же. Где-то ну это в среднем две недели это так вот как бы если человек только получает первую информацию, в среднем это две недели он принимает решения, а некоторые даже и по полгода, некоторые даже девять месяцев принимают действия до сих пор. Тут еще могу сказать, еще добавить одно, что вот те, кто дольше думают, созревают, они потом, вот я ничего не сочиняю, они потом говорят, блин, какие ему дураки, что мы не сделали этого раньше. Ну это да, упущенные возможности это такая проблема большинства людей. Поэтому да. Так, давай тогда смотри, ну чтобы ты сейчас, давай, чтобы не затягивать, мы, наверное, и так уже затянули это такое интервью, давай, что бы ты пожелал тем ребятам, которые посмотрят это видео, я сделаю ссылку под видео на твой, там, скинешь свой инстаграм, как бы тем людям, которые заинтересовал твой опыт, я считаю, что Михаил, он как бы очень хороший как наставник, кому заинтересовала именно история Михаила, его подход, ну бывает, да, ребята, вот так вот раз, вот как правильно сказал, до души, до души человек зашел, и кто хочет попасть именно к нему в команду, я сделаю ссылку специально там под видео, ребята, обращайтесь, потому что, ну, я давно знаю Михаила, реально, он как бы доведет человека до результата, это серьезный человек, который уже показал своими результатами, он не бросает какие-то там при первых же эмоциях, там, каких-то там что-то не так пошло, он все, он побежал там в другой проект или нет, человек уже 10 месяцев в одном проекте развивается с нуля, я видел, как ему было сложно, ну, Миша, извини, да, я скажу, там, да, как бы, ну, сложно было поначалу, очень сложно было, но он как бы, он тот такой да, он падает, может, он даже падал больше и чаще там других, да, там, если с кем-то сравнивать, есть ребята, которые талантливые, приходят там, такие там продавцы, да, там, с каким-то опытом, а мне вот сюда интересно смотреть на тех людей, которые с нуля приходят, и они спокойно, вот именно своей дисциплиной и постепенными, постоянными действиями, они приходят и показывают больше результаты, и они в плане там наставничества, когда к ним люди попадают в команду, они очень серьезно поддерживают ребят и доводят их до результата, поэтому, Миша, давай как бы подытожим уже данное как бы видео, и что бы ты пожелал тем ребятам, которые там сейчас вот будут заходить в компанию, Артери, и, ну, изучил, естественно, и принял решение. Тем ребятам, которые еще думают, может быть, кто-то сомневается, и также новичкам хочется посоветовать, ну, откинуть, наконец-то, все страхи и сомнения, потому что, как мы уже с тобой сказали, что, ну, реально народный проект, где зарабатывают все, даже не надо здесь быть там, крутым сетевиком. Страхи и сомнения прочь, и просто максимум целенаправленности, и максимум действий, и будет вам просто счастье. все коротко и ясно, да? Ребята, давайте тогда... что ты сейчас скажешь? Ну, все верно, как бы, если есть желание, надо искать возможности. Возможности на данный момент, я считаю, что, сходя из моего опыта, это один из лучших проектов, который собрал лучшие возможности и подстраховался в определенных моментах, именно, ну, исходя из тех проектов, которые мы сейчас видим, типа финикоподобные, как я их называю, которые... там вообще... Отметим, да? Сейчас за это лето прям скамопат за проектом закрывается, а у нас уже начинают писать газеты. Так что, ребят, мы еще только в начале пути, самое все интересное, это будет уже после дня рождения компании. Да, там много интересного. Успейте, успейте, залетайте и давайте просто зарабатывать вместе хорошие деньги. Все верно. Ребятки, спасибо всем, кто смотрел данное видео. Ссылка на инсту, да, инсту же дадим твою, да, Миш? Ну, можно инсту, Инсту там дадим под видео. Обращайтесь, кто заинтересовался именно заработком в проекте, который на данный момент, я считаю, самый перспективный, который только у нас на старте. Все самое интересное начинается. Пишите, Миша, обращайтесь, поможем, научим. С удовольствием отвечу, помогу, все расскажу. Все, ребята, давайте. Всем привет, все контакты будут под видео. Всего пока, ребята. это.